привет всем ребят играем турнир короче очередной попался аутист которым провел я уже полчаса в общем ну вот значит в общем 40 минут опять провозились очень только что пикнули с первой игра будет обезет злой я ебал у него у него друид вар шаман у меня друид вар варлок друид друид вар шаман друид против друида хорош вар хорошим он хорош на друи пикнул хоть и зол пиздец спасибо админам большое то что защитили меня ругаря я надеялся на первый пик друида конечно ну ладно то что он возьмет друида музыку погромче сделаю а это же мне музыка подождите эту музыку меня со стрима будто я на турнире короче мне очень понравилась такая тема делать громкую музыку в херстоне я пропустил его мулигану она там вроде две карты было к конечно не очень не смысл от монетки шейды монетка пригодится лучше на бума я думаю монетка пригодится лучше на бума на старт урока гэш полно говно в чем то что на но это еще и патрону кей я понял вас ну конечно два оленя два оленя два свайпа и пеньки против патрона иметь это полный зашквар как ни странно если он сейчас безбайт фейс пойдет там однозначно есть патроны но мне надо будет сами не сеть гулю сейчас и что раньше был чем можно сделать можно тупо дать свайп сюда вариант всегда может умереть а у него же нету монетки правильно можно сайл сдать но он лицом примет это логично скорее всего я дам один свайп чем олени ставить олени сделаю на следующий ход плюс обилка плюс убьёного патрона там останется по факту один патрон либо он вообще крутить сейчас не будет это тоже будет херово потому что он тогда сделает очень много патронов да он сейчас не будет крутить патронов сделали патронов на следующий ход может быть я стоп декл от хиба и тогда будет тоже вырегут все что я заблокируем этот ход шреддер есть смысл от шреддера сейчас я думаю есть вот смысл убивать шаболду там скорее всего варл винт есть поэтому наверное мало смысла этого делать убивать шаболду он ударится тупо я не знаю в шреддера и сделает второй варл винт печально я думаю не буду трогать тень потому что мне тень нужна для убийства патронов то есть грубо если он там накрутит лишний там не знаю 5 армора это не страшно может быть гоблин еще стоп дека придет я тогда сделаю даже так я не знаю тогда зачем он делал дезбайт для устрашения что ли 23 пойдет даже нам есть смысл сейчас поставить кипера в темп пойти этим уродом в лицо чтобы осталось побольше существ на столе о латхи да тоже интересно тогда тупо кипер можно конечно бума поставить но бума дезбайт отлетает вообще изи это плохо можно поставить бума но он бума легко заберется дезбайт опять же да что здесь хорошо есть хороший единственный вариант это кипер конечно кипер и тупо пойти в лицо эту тень не скрывать потому что чтобы не было батл рейджа хорошего на две карты максимум сделает там энрэйдж не ударил билкой и не буду скрывать на следующих вот если он сейчас не скроет дезбайт чтобы для меня очень хорошо я поставил отхипы и блокируем им весь всю игру в принципе поэтому и буменский видимо да на бум ну пыха в идеале сами знаете можно конечно свайп дать можно своего бума тупо поставить в этом есть смысл на самом деле можно убить его бума и сделать своего бума можно сделать гнев свайп но великая вероятность того что бомбочки бомбануть сильно это печально давайте наверно тупо своего бума я не знаю больше в принципе вариантов здесь нет у меня монетка еще останется если что сделала латхиба потом какой нибудь свайп если он экзекьют сделает эти два существа в бума отдавать не хочу он бомбочки реализуется он под экзекьют бума я однозначно играю убивать давайте наверное не будем все таки жадничать и убьем бума жадность добру не приводит на опыте проверено да он конечно будет биться либо сделать тупо варлинд не знаю под патронами или нет а если под патронами то велик шанс то что патроны умрут нажим там конечно есть и на рейдж вайл винд а 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 может у нее где-то нет тоже будет вере гуд бля бомбочки конечно забавные очень но они с одной стороны и хорошие с другой плохие то что у меня то пустой стол час мне придется гнев что давать какой-то фэйс воин тупо фэйс блядь ходит врачок что ли рёв пришел есть ответ на комбо это главное я на тупо лотки бы поставлен то что заблочить ему ход есть монетка монетка мало пригодится может быть я все-таки тогда нужно было делать свою игру мне было 9 маны сейчас хотя это не слишком решает сейчас надо лицом биться почему и нет мне нужен топ-дек деревьев 5 10 там патроны там патроны и наверное даже все таки с энрейджем что там есть у меня лишь команда зачистку есть не страшно отлично это самый лучший топ-дек скажу один из самых лучших топ-дек который только мог прийти лучше конечно было дерево может быть либо даже туристом майн-контроль въехать тех есть вообще отлично тоже не убью шаболду сыграют батл рейджа на 99 процентов уверен что эти три карты это патрон инрейдж и батл рейдж на 99 процентов уверен если это не так конечно может быть там патроны на рейдж вар линд у меня все равно ответ есть это патрон топ-дек топ-дек энрейджа он петушок блядь суды там энрейдж и там видим экзекью до не в реванги кин херам на языке тут декану на рейдж что-то петушок это не варегут это не варегут скорее все техника с играми не вышла здесь комбо отдавать комбо слишком дорогая наверно здесь тупо техника чем мы делаем мы делаем скорее всего можно что сделать можно ударить к штуре сана пинг сделать это риса на поставить умираю ли я это на рейджа грома тут получается на столе 8 11 плюс 12 23 у меня 24 час меня будет 25 тыс он может сыграть и батл рейдж который может тоже стоп декабрите тоже будет страшно не скорее всего могу че сделать скорее всего тупо оленя поставить на сайлент монетку и свайп единственный вариант блядь меня сука отвлекают бы сейчас блять не успел господи как нет заебало это еще 40 минут ожидания до пиздец до пиздец все нервы подняли мне там топор был начну я почти угадал все карты он на эту игру проиграл от 1 0 потому что тупо тури сан шредер он ничего таким столом с двумя картами делает для комбо коротки может все таки слой лучше дракона шредера но с ученого что у меня две части комбы то риса на тебя могут отбэкнуть второй ролик выиграть даже с одним существом на столе он будет на шедера на надеяться типа на дуб сэйра может быть нет не в этот раз креним победу и 1 0 так а где там утверждение мне нужно подтверждение и не знаете только кнопка подтверждение счета так репорт результ вот тут скрины даже каждого это прикольно сделано что скрины каждой игре нужно прикреплять очень важно ремейш класс друид вар готова так что у нас дальше у него значит у него остался друид вар шаман у меня остался вар варлок так как у меня зулок с хаффайером он очень хорошо с патронами должен идти но с другой стороны если я возьму пара блин тут всегда когда открываешь любую страницу с этим турниром везде этот стрим ты немного надоедает вся секунду так значит а я скорее всего варом вар хорошо против патронов вар хорошо против шамана как хорошо все это будет не очень-то легко надеюсь он вар возьмет это 2 0 будет зал контр шамана все таки надо было варлока брать варлок бы здесь за хорошо получше бы зашел вар тоже не ждем гулиганы его одну карту бы не знаешь рука хорошая по факту чем можно сделать можно оставить бравл на всякий случай языки по-любому оставлю то что это ну типа на дерево 3-4 какой топор это на трога экзекьют и на дерево 3-4 браво оставить на всех случаях к этому ходу я думаю нет слишком жирно я бы нашел стады байк какой-нибудь либо даже был черт был черт луч на самом деле чем брал золотой шаман видно упорно упорно качается упорно качается в кибер качалке на этот рок это ребяток дерево 3-4 конечно баш я думаю смысл ударить лицом и сделать лучше экзекьют арморт на свечку то все что баш сделать правильно это лишний армора плюс у меня ставится риму на каких-то волков либо что-то таком роде плюс реализации шел слэма которого правда нет пока но я думаю туда бать был ой астрал клоун лет что очень хорошо при потому что он пропускает ход пропускает этот ход и скорее всего следующий мне два бэлчера у меня почти весь армор не дэсбайт ну я думаю это шансов так на процентов так на восемьдесят скорее всего видно ну что два бэлчера для шамана это пол колода нужно скинуть парень думает что у меня несколько колод я боюсь разочаровать это мы по темпу поставлю бэлчер потому что в любом случае мне надо будет ставить его то есть на следующий ход я сделаю сбайта белку намного лучше тексты то есть надо скрины были вообще скрины было вообще изначально показывать почему думаешь не несколько героев вершок умер шока да окей и волки скорее сюда стоп дека да не смысл поставить тупо шел мейден и удариться опять же тупо по монокургу намного выгодней у него до сих пор осталась монетка нужно дарить без байтом останется мне 32 у нас молотка убьет не берется до с байтом бизнеса 23 поэтому я тупо поставлю 55 не нужно его передавливать в любом случае все на свечку поставлю бум у меня будет опять был чиро мне будет 30 хп скорейте 333 хп он не убьет за два хода поэтому варегут он вревел группа он пошел юблет скубор тотема кусочка эх ты сучка может быть этот шаман играет с элементом дистрачно не знаю может быть соуя каким то ну что у него там в руке может быть я не представляю правда на пять четыре господи забавно забавно что лучше здесь сделать ну мы по-любому скорее все убиваем что убиваем 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 стол стону убиваем вот таким образом тупо чтобы у нас будут были существа брать из байт бить в лицо тупо для того чтобы стрелы заколотить я думаю есть смысл потому что это с байта по следующей реализации веке то есть он поставит что-то жирный как он опять же дерево 34 что мне давать что туда а может быть из рупайтер плюс рум хаммер имел тот дистракшн и это хорошо на 4 диссис хорошо я говорил соуя играет свои потому что обычно когда такая медленная сдача у шамана он играется уед опять спал пауэр уронул ты сука но и чё делает есть смысл удариться в лицо дэс байтом сделать экзекьют и сделать бума но блин мне кажется экзекьют на тотем это такое секундочку экзекьют да таки сделаем вот так вот тупо бума боюсь я все-таки спал пауэр тотем он у него скорее все все рука всплыла потому что он ничего не ставит у него нет пушки тут куда и это показатель того что там у него одни спалы в руки может быть третьего раза нету третьего раза не ральнул на спал пауэр забавно нашел варлаковская обилку для меня ну для меня хорошо даже за два хода убью и такой шелфлэм сюда удар удар бомбочками бум фэйт белчер да вот это убьют 4 в лицо и на 4 сюда что на 3 ну окей непобедимая уже игра для шамана вообще физически просто сколько бы у него и не было сколько дезвингов бы там не было умирает уже от пушек за пару ходов нам понимает этом 20 так молния на 3d а там 2 молнии было ну видно 0 так брекет ну ладно сейчас фотку подождите делом ну там как раз зоне видно чтобы он не увидел что это зова думаю что то равно как у него осталось у него единственный для меня неприятный матчат для звук это вар хотя мне халфаер там есть поэтому тоже не назвать плохим подождите куда и заливать то да там чуваки уже играют в раунде 3 мы сейчас как 1 не доиграли потому что этот чувак блять полу полчаса моего и своего времени забрал просто пипец так куда заливать любичку ему я не мозг на фото жопил на фото жопил нет нормально все нормально это какой-то француз чуизир чуизир может быть даже француз либо испанец чуизир так у меня остался варлок окей гуу так кстати вторую игру не залил подождите подожди мой френд опять этот стрим открылся господи закройся таким два репорт репортим репортим так скрыли победы класс я выиграл его сейчас на варе он был на шамане все правильно да все правильно у нас гейм и мы встретимся со штаном на день на сей раз не владыря на турнире забавно конечно но узал шаману хорошо но у него принципе играет сауе вот это плохо это плохо или варе в этом на и сет то что не играется господи опять подождите закрыл везде этот стрим лезет изо всех дыр я пропустил опять его мулиган если он не мулиганил еще это хорошо он должен можно оставить против шамана но это такое не very good idea я знаю что он играет сауе это плохо блин я забыл закрыть спектр мод чтобы не отвлекали алексу алексу можно умел две карты значит у меня такой старт пусть думаешь что я равно все карты сменил старт говно полное говно очень плохой старт может на тупдеку и там всякие паучки гангбоссы бля явно не гармок хотел бы он просто сержантов темп ставить что делать рука отвратительная просто на и отвратительнейшие не ну слушай ну гангбоссы еще осталось стопдекнуть и будет вообще все шибись сейчас может быть какой-то татым голем стопдеку конечно стопдеку на педик вы вообще просто великолепно педик подъехал что мы сделаем можем салфаер взять что убить тупо 3-4 при этом не выкинув с какой-то вероятность выкинуть две из трех самых нужным нам нам карт правильно талат хип и аргус можем тупо взять я не знаю тупо воду доктора похилить его лицо либо андертекера воду доктора скорее всего тупо как 2-1 салфаер стрёмно брать то что лат хип и длин кондишн аргус это очень сильный темп на следующий ход какой шанс того что я выкину гармока 33 процента кто это того интересно я думаю стоит салфаер все таки взять стоит стоит темп важнее гармок бля лат хип все таки вылетел а very bad very bad ребятки это не очень круто надо пбм пбм замутить волки будут с монетки окей у меня будет аргус который пойдет вот на эти 26 очень хорошо с учетом того что у него не будет ауе на следующий ход имеет возможно имеет смысл сыграть паука сюда трейд так и сделать гармока чтобы побыстрее реализовать потом поставить яйцо так и у него как раз ауе будет плохой потому что он скроет паука если у него не будет артшока аргуса ставить сейчас ну не такой хороший как бы хотелось я наверное все таки раскрою пауков в любом случае мне надо будет раскрывать пауков правильно либо это сделает он сам поэтому есть смысл раскрытия пауков и сделать гармок опять же у него сейчас не будет тупо ауе я могу позволить себе такой ход на свечку тупо яйцо поставлю чтобы грубо говоря какая-то ловушка под ауе была правильно дбмьешься мне дбмьешься обычно когда бэмит это плохо заканчивается какой-нибудь лавашок может быть сейчас в 2-2 либо крэкл крэкл сюда окей то на 3 блин а 6 понятно понятно я понял тебя понял дружище это неплохо неплохо увы террор ну окей я тупо поставлю сержанта в темп чтобы его давить не нужно бить его лицо сраное он может конечно запустить сюда молнию виццу и сделать элементу дистракшн но у него опять же у него вообще полностью будет чистый ход вообще не будет маны на следующий ход и я опять перехвачу темп и все уешат сколько хочет я даже размучу чтобы он там был ебался чтобы посмеяться над ним крэкл фейс это называется безысходность ребят на троечку ой ой даже на темп не прожал как на тебя жалко дружище хай хай с вами вангай 30 30 интересно мне чаще бакостные напишет нет или сразу удалить и грузили потому что блин чувак гг ему надо писать гг сейчас со штаном пойдем сейчас скринга не так репорт да на самом деле ему тоже спасибо но я больше не буду встречать бабушку с вокзала перед турнирами а то это блин как видите может закончится так алексей здравствуйте как ва-как ваше омо хе-хе-хе-хе так мы сейчас со штаном будем играть так я значит выиграл вот я продвинули окей так вообще что я могу пикнуть рено шаман у меня да это у меня рено шаман пацаны ой окей можно вообще паладина будет взять на мурлоках против штана потому что у него скорее всего кВ будет я не такой опытный игрок на паладине я скорее всего буду такой же пик брать тупо там меняя может быть посмотрим в общем кто первый пикает очень важно а в этой игре я должен пикать он первый вроде не могу нанимать надо этому силу удалить то что вот штан добавил так все удаляем значит окей вырегут инвари вэл эх эх так и не не в не не это считается верхней. Я пью клави-1 класс, да? Друид. Ладно, не буду писать. Это редкий случай, когда с достойным саперником встречаешься, блин, в турнире. Паладин Вар. Это мидранж Паладин, и у него Ренувар. Так, у него, значит, Паладин Вар, да? Я беру Вара, 100% беру Вара, и, скорее всего, беру мага. Хотя, Паладин Вар. Бля, там фризмага просто категорически лучше не брать, да? Можно Рогу взять, как вариант. Рога Вар. Давайте лучше Рогу Вара возьмем, чем Зулока, потому что Зулок мне не нравится. Рога Вар. Друид Рога Вар. Я этим пиком играл Польшу. У меня мидранж Паладин, я на 100%. Я не буду, я не думаю, что Штан играет секрет Паладином. Ну, не знаю, на 99% уверен. 1% шанс остается все-таки, что он секрет Паладином. Варлок. У него Ренулок, Ренувар и, скорее всего, Мидпал. Так, смотрите, что у нас? У нас Паладин. Если это Мидпал, Друид хорош против Мидпала, Рога хороша, Вар не очень. Хотя моя сборка, она довольно-таки неплохая и против будет него. Значит, Вар против... Ну, Вар на Вар, сами знаете. Варлок... Ну, давайте сначала Вар, наверное, возьмем, потому что Друид... Друид, конечно, очень крутой. И давайте с Друида начнем по старинке, да? Я думаю, что у него Паладин будет либо Вар в первом пике. Прям уверен. Хотя, я могу больше спасать. Либо Варлок. Ну, Варлок обычно на третью игру берут, на последнюю. Да, Паладин. Если бы Вар взял, было бы хуже, конечно. Ммм... Нервейд Шейд, да, Вайл Гроу, потом мне остается 5 маны. Окей. Свайпик бы какой-нибудь, БГХ. Ну, БГХ, смотри, что это за колод опять же. Если это секрет Паладин, БГХ понадобится. Ну, что, седьмой ход? Вот, это очевидно. Что лучше поставить? Сеннервейта Тень, либо сделать... Кстати, Мурлок Палыч, возможно, да. Я думаю, сделаю монетку Вайл Гроу, потом шейду, потом у меня будет 4 маны, я могу сделать 6 дроп, либо Сеннервейта Лорку. Да, потому что, если это Мурлок Палыч, он может на второй ход сделать... На второй ход сделать Думсейр, и мне не будет ответа, если это будет Топдек Кипера. А, либо, подождите, Топдек Кипер не может быть, потому что у меня нету, просто не будет маны. Ну, мини-бот, да. Слушай, да. У меня где-то здесь ход есть не было. Штан, штан, хватит. Это, видимо, Мид Пал. Это, видимо, Мид Пал. Я бы на дров нужно сделать, по-любому. Даже сюда. И тут-то посыпать на мелочь. Других вариантов просто здесь нету. Можно, конечно, тень вытащить, но... Он просто с лица заберет, это плохая идея. Ну, старт у них, конечно, как обычно. Там еще какой-то Шарадель или четверка есть, это печально. Опять же, я не знаю, что это за Паладин. Может быть, это Рено Паладин, может, у них все 3 декеры, но я не удивлюсь. Нормальный старт, нормальный. И ныреть дерево, скорее всего, будет, если свайп не придет, хотя свайп здесь... Мало чего сделает, да. Убью 2-2. Убью 2-2. Если там будет... У меня что гид реактивит? У меня экволити гид реактивит? У меня гид реактивит Шаболда. Экволити все-таки есть. Ну, окей, я ставлю, скорее всего, тупо этого уродцена. Он лицом будет принимать, да, лицом будет принимать. Свайп? Свайп был бы здесь шикарный, потому что очищу весь стол, потом опить лорку ставлю. Крышки. Наверное, не есть смысл сделать львинкрутцы и таунт. Если, опять же, он чистит стол этот, то я делаю лорку 5-10 опять. У меня плюс БГХС на седьмой ход, это очень важно. Да, заход у Штана, конечно, очень неплохой. То есть, у него 2-3-4 самые идеальные карты, которые ему нужны. И экволити под ему. Ну, кстати, мы экволити он мулиганил. Да, и 3-4 со шредерой, конечно. Консекрэйшн стоп дека. Эх, Штан, Штан. Есть смысл тупо второе дерево поставить, наверное. То, что дракон обилка слишком слабо. Ну, хотя это типа для свайпа на следующий ход, но... Топ дек этого, что ли, кулачника, господи. Как что он играет? Что это такое? Ну, не жале он все 4 существа отдаст? Да ладно. Вот это очень хорошо. Он весь стол отдал. Опять же, есть смысл, скорее всего, лучше сыграть дроидов заклов, чем дракон. Потому что дракон на следующий ход можно, если что, сыграть. Если что, свайп придет. Поэтому, наверное... Таунд. Потому что дракон отлетает от... Этого... Трусильдера. А так ему надо будет ударяться, и Трусильдером еще биться. Трусильдер был. Ммм... 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 компану зачистку было бы неплохо то что я умираю если что лорка нахил тоже такой вариант начал поделать против лорку нахил делать другого варианта нету пойдет же интересно попадет как сомневались значит нету спасая даже свайпе не спасает на контроль тех если только на белчера но каков шанс . никакой штан штанг 2 топ дека подряд плюс 3 4 шредер и кашпидец так что не там осталось у меня остался вар варлак ну вар у него рено варлов скорее тоже равно и паладин внутри рено деки пиздец опять же скорее всего друид лучше всего заходит что варлак паладин для друида самого лохом а чап был варлак против рено варлак и друид хорошо стоять против вара тоже хорошо поэтому не смысл распить на друида потом уже на варо переходить а третью игру рога играть если вообще было хорошо чтобы не осталось остался варлак у меня на конце осталось рога такой но он вар оставляет напоследок но мне надо обязательно эту игру выигрывать либо потом рога будет трудно осилить варлак мне эту игру обязательно нужно сейчас выигрывать олени оставляем корешки оставляем правильно на это рено хотя может из улоги не знаю типа но я знаю что он на рено играет варлаки почему-то любит рено в деки есть кипер на дракона это очень важно который интересно будет ли у него варлгроб не самый лучший вариант конечно потом нервеет тех ну такое надеюсь что он там нет сейчас его никогда раскрутку придет муртал койл тогда у нас крыси дракона встречу вот это я могу позволить себе крышки поставить хорошо либо шрайдер я не заман играется шрайдер ну вроде тоже нервеет пришел хорошо хорошо может сейчас халфар поет либо один урод такой тоже вариант будет кулер на значит он играет тем чем я знаю чем я ну точнее я знаю чем он играет на играет с демонами и страну не 2 войд кулера 2 молдана запечалит печалит можно поставить тупую лорку вы нет вот у меня вот хип будет ну и сала может быть салагит реактив мне может быть сержант сержант все пишут сержант бгх это конечно будет и гг ну-ка секундочку так все здесь можно будем поставить ну бгх гитрек нет да я все-таки на лорку предпочитаю лучше либо давайте будем лучше поставим хотя он пойдем олым слушал и если будет бгх то окей что делать бх его не так спасает то что у меня все равно будет очень большой стол если это обдак нурора вообще убить его могу все тут так вот сюда пожалуйста ну куда стреляет что ли ну слушайте корешков нету но но тупо халявный трейд конечно твое регут я могу тупо фейс пойти но у меня там молотонов нет знаешь да ну конечно сделать кипера фейс пойти но это очень рискованно по факту потому что по любому убиваем тупо латхи бы ставим он сейчас не сможет сифон сделать если только сможет сделать допустим хилл бота либо какой-нибудь дрейк санфюри на хилл бота мы скорее всего заберем с помощью рогача и обилки либо шредер тут поставим нет все таки мне кажется кипера лучше сделать в темп хилл фаер отдал если тарану деку у него один хилл фаер правильно мне еще может быть shadow flame но shadow flame здесь такой себе можно тупо все забрать но бомбы здесь разменяется я наверное все таки сыграю кипера опять же есть смысл убивать зомби или пойти в лицо я наверно сыграю все таки вокруг молотона потому что я вчера же а либо дождите где-то я просто знаю но знаешь что один молотон точно должен быть для рано деку что она всегда есть молотона поэтому есть смысл тупо убить лучше зомби не жадничать опять то есть если он бомбы сделает тап я сделал лорку на следующий ход есть проблем дрейк и бомбы да это плохо скипера нет теперь самую что да конечно 2 кипер идеально самый лучший вариант которым только мог быть здесь я не играю сейчас от санфюри молтон ну типа плохой вариант играть это это шедер и shadowflame на херовая тема очень плохая тема 22 это монетка блин и тупо лорку на дров кому нужно искать первая часть о этот рев рев нужен какой-то сифон тоже в какой-то степени гитрекнет для эту монетка конечно пипец шедер я люблю сука рандом то ли сам монетка аргус это конечно пиздец я так люблю этот рандом о господи вот так обожаю вот и не знаете как я обожаю рандом блять он лишь ты стыд блять ёбаныш ты с рандом странный дом бля эта монетка просто понимаете он сейчас из-за шедера из-за того что ему выпала монетка вот блять шредеры да они выигрывают и проигрывают игры эти думсейр или водку как он купку кут пюрсы кут пюрсы блять обосранной кут пюрсы сова ладно сова пойдет сын вы троится окей тоже очень будет варегут традиции лев я и убиваю а там дочек свайп был бы хороший видеть 2 лорка давайте нам дробимся сделаем тупо вторую лорку не вариантов нету свайпа нет дракона это так много свайпа нет и туда кулу свои поэтому второе дерево шедера и дракон мне кажется слабо дракона нужно под свою поставлять на слепого найдет ему надо будет опять же отдавать и белчера и вот этого урода 33 он играет от техника ставит наверно снайпит он знаешь ты играю с техникам с по стримом знает я так понимаю снайперок вы снайперок штан даже так ну ладно теперь тогда сыграет мой контроль тех а может быть все таки тупдек ну блять сраный свайп сейчас нет не туда давайте чем это то сначала сделаем и тогда сначала сделаем да это бак такой есть таун ты никогда не рокировку делает это не может поставить на только сейчас таун да пиздец согласен согласен ну как вариант можно сначала сделать дракона что посмотреть пойдет ли свайп или нет либо все таки сыграю майн-контроль тех а и лучше там 46 то что надавал халфаре наверно сделать таки сначала майн-контроль тех и забрать и заберу самое поносное существо которое только можно ну блять дерево делать что нет нужно закручиваться таунками тропиньки юбанами нужно отменять самая сайт самое слабое существо я проиграю я проигрываю весь рандом штану ну кстати нет тудаку кипра это ладно но так вот проигрывай сону штану слайд придет нет слайд придет нет сейчас придет смотрите мне не пришел с раму шадуфлэйм отдавал халфар отдавал дерево на поставить может быть нам все таки в тот ход был делать такой символен тоже либо лучше дракон шреддер все таки дракон шреддер лучше либо даже тень нервеет пришли блять и нервеет эти шреддер мне может игру и проиграть ну что поделать кто ты фуа ю кто ты фуа ю пусть меняется блять хим там еще должен быть жараксус там еще должен быть даже не знаю что там должен быть должно быть свайп у меня блять должен быть вот что должно быть ааа блять штан что ты делаешь со мной четверт люблю ландом fairy stuff дучше что ой, бля это пипец, просто какой думсер нахуй ну я ару, ребят а, один-один значит, что у него, у него остался вар, у него остался ранулок с драконом, будет волгерами с джиракусом мммм да, это, конечно, пиздец штан штан люблю рандом каков шанс того, что он возьмет варлока снова я бы взял валеру, может быть, в какой-то мере нагнул, я все-таки хочу вару потому что, если он возьмет вар, у нас будет мир очень долгий, ну, моя дека должна выигрывать его деку, потому что вар сильнее варона вара, да все-таки он взял вара я бы взял ролл, я был бы большим минусом и мог бы проиграть у него монетка это плохо, лишняя карта под макаку три карта оставил, окей мне нужен, ну, харрисон, какие-нибудь мариэли, дизбайты два дезлорда и бравл, здравствуйте, здравствуйте мистер рандом, ну, слушайте одного дезлорда мы точно поставим на третий ход, а вот со вторым не знаю ну, мне бравл есть два дезлорда, типа это просто, ну для рука, конечно, вообще пасос полный ну, если он замульганил три карты там, значит, нужные карты, там по-любому есть макака что обычно мулиганит макаку, дизбайт мулиганит мариэли если там это все есть, конечно, у руки это будет печально если там все-таки макака есть, я, наверное, поставлю одного дезлорда, а потом, когда он сделает макаку путь я поставлю вторую дозорда чтобы вытащить у него как выиграть автоматом второго дозорда конечно не очень хочется стоять лучше армораб оружия взять конечно же дозордов у него может быть ответ иди не знаю какого нибудь думсейра он думсейра кстати носится в реноваре будет убивать все таки окей играем у него второго дозорда почему нет сначала вылезет существо потом она будет покоцанная что может быть визит какой-то давайте наверное почему бы и нет не буду надо давить буду давить на контроль баре давить фейс может быть что и хороший выпадет надеется по любому будет биться конечно то есть целый гэсбайт отдал на стенку это круто шилл мейден хорошо белчер такое себе и лиза пришла отлично тупо и лиза и я даже наверное есть смысл разбить булчеринги шилл слэм здесь тратить это такое можно экзекьют отдать есть смысл подводить в экзекюте в данном случае может быть есть смысл чтобы не было халявного трейда да либо вот так халявного трейда мы здесь отдам потому что ему надо будет так как он еще оружие одевать а потом уже типа допустим он сделает фуривар удар туда что-то вылезли халявный трейд туда можно было допустим реализовать ревенж плюс экзекьют это много его не допустим лишний легендар это не так как он а и 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 дайте там будет макака и он сдастся сразу доверяю если будет макаком за выпал бум окей торопился шелфная визуализация может упустим будем поставить конечно можно сделать браво но браво есть очень опасный я могу выиграть и проиграть если проиграю то будет летально фатально летально фатально вери бетон вери сет и ну кстати бум это плохо это плохо правда у меня нет никакого ответа на него самое главное есть но их нечем реализовывать к сожалению браво на удачу тоже плохая идея потому что выживает он и это плохо это мы все таки бум сыграем пусть меняется вот так в любом случае как бы он отдаст бума на моум бума это ну как бы один в один трейд хороший то есть так бы у меня бомбочки у меня как бы плюс в том что у меня бомбочки то есть пойдет в лицо ладно бгх кого то сделает тогда сделаю точно браво либо может быть что нибудь пройдет с топдека у него главное макака не прокнула мне кажется я не лакерок прокнула бы макака это был бы автовин главное оно у меня уже есть но я так понимаю он будет без лорда ставить под мою макаку увеличивать шансы ютуб дека москву так value trade он рискует сейчас очень рискует bash execute ну это браво тупо браво сделаю бумочку убил все таки если убьет бума то я не буду где браво она полетела в лицо решила в лицо полететь окей плохо у меня не будет теперь блума поэтому есть смысл браво браво ну как и говорил то есть как и говорил ребят как и говорил как ёбаный стыд и говорил он будет обязательно будет такая плейд внимание что браво 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 сделал бы выжил бы бум я уже в принципе был бы в таком минусе что пиздец он отдал в принципе он а что он отдал он отдал bash execute я что то блин из-за того что рейджу что то запутался он отдал bash execute это такое штан выигрывает весь рандом хватит пощади пощади штан меня пощади у него кстати на 4 карты больше чем у меня овердрофта весьма как не было хорошо хотя если вышел блоки не делал у меня калистое сейчас будет на 2 карты вот это блин вот это зря хотя что зря то у меня разве есть варианты ну разве что ревенж что-то тут декать такой еще вариант мариель что мне дает мариель ничего не дает мариель мне нужен либо экзекит либо бгх не знаю ну конечно пиздец это конечно пиздец да ситуация пиздец общений ну то есть нет реализации подхимула ну я не знаю мне просто пиздец не прет весь рандом проигрываем какой-то баш у меня там два шилл блока два шилл мейденки мммм море блять бгх экзекьют то есть у меня меня спасает мне спасает полколоды бэлчеры два бэлчер два шилл блока две шаболды бгх экзекьют мне 8-9 карт спасает потому что там что-то еще наверное есть ну так хорошо это харрисон это дров на всякий случай если шилл блок или шилл бейден придет то пошел слайм но если нет то приступает дочери пришел ну предстоятельно делать что делать ну бэлчер последняя надежда то есть я не знаю что ну я не знаю что нужно что он не убил это шелл слэм сова не знаю шелл слэм топор блять ну неужели ебать ну серьезно что ли ну пиздец о бля ебаный рандом где ты была 2-1 мне придется на варе выигрывать не ну на самом деле он выиграл варом мне нужно сейчас будет выиграть варом варлока и выиграть рога рога будет легче поэтому хол тау аххххххххххххххххххххх дун сейсрр из шрейдера Браво, браво здесь тоже нужен Я помню, он поставил в той игре слизни Поэтому нет смысла топор делать просто так А вот и БГХ Мой любимый, пиздец Кстати, все, что... Вот экзекьют нужен был, БГХ нужен был Все, старт в уроку пришло Я вам говорил, что существует такая тема То, что он не приходит в той игре Приходит в следующий Норма Ну и просто делать удары лицом и экзекьют Потому что шеллбок шеллсен на будущее Дезлорда косит не особо хочется Плюс браво, опять же, под дезлорда есть очень важно Которое, конечно же, не знаю, выиграли ли Уложен на 2 Шеллбок сделаю мне на встречу монетка Гор Хаулт будет Либо шеллсен в Таурисан какой-нибудь Хотя вот у него есть слизни, это очень пипец Мне может гитрекнуть слизин Но это будет шеллсен Если он Таурисан ставит, значит у него в руки джараксус по-другому не ставил, мне кажется Ибо в этом мало смысла То есть обычно Таурисан на такие вородки, которые носят джараксу, обычно его ставят, когда есть джараксу Если нету, то джараксу за 9 плохо играется Какой-нибудь будет, не знаю, ладхип, бейлчер или вообще ничего не будет Ой, Сильвана, это плохо Ну как плохо Не так, чтобы совсем, но не очень Ну если как вариант, просто пойти с байтом в лицо, напугать его Поведется ли он на это Чтобы слизнин сыграл Пусть делает что-то, не знаю Может быть все-таки с этой Сильваной трейтс, но Не знаю, может быть тоже плохая идея Ну пусть думает, что у меня есть гром Ну чтобы дать, но все-таки Какой-нибудь джараксус, какой-нибудь Что какой-нибудь Какой-нибудь Бум, джараксус, ладхип Аргус, идеально, чтобы выпали оттуда Ладхип вообще великолепно Это супер Для меня, конечно А длинно-то плохо, для меня хорошо Слизнин сыграет Я в разведу на слизнин Это будет круто Сыграл все-таки Аргус Может сыграть тупо Мориэль, обилку Ну тут этого бомбуки не пойдет в лицо С бравла давать здесь нельзя Ни в коем случае Плохой бы ужасный бравл Оставить Мориэль слишком опасно Он бомбу кинет, ничего не поставит Меня снесет лишний дэмэдж Потом меня опять получат лицом Мне так не все так хорошо В любом случае это плохой матч Абля Вара Ну один из самых ужасных Да, бомба тупо Логично Это было логично предположить Фрумзовой тайкам Ну а тут скорее всего лишь налагание С которого мы пристроили в БГХ Либо вообще Тупо сбрал в углу Я вообще это говно Дрительное давление какое на меня Ух Тупо гурховаль Тупо гурховаль Тупо гурховаль Рано Значит у него Так Ну Не смысл бравл отдать У него там значит Он либо не играет молтонов Либо На сколько отхилился Он отхилился на 18 Он наверное скорее всего Играет молтонов Но он не поставил его от бравла Тоже верно У него 3D вздратла Здесь ставить бравл Конечно такая идея Делать бравл плюс Белчера Ну какой вариант Наверное Сумер что выпадет оттуда Наверное Так сова можете вообще летал Вот колер вонючий Диракс это очень печально Но я теперь аргуса нету Поэтому Не знаю Я скорее проиграю эту игру Ну то есть Ту игру я проиграла И на этом все закончится Скорее всего Из-за того что ту игру проиграла За супер ренджи Штана И предыдущую Тоже там Думсейры Ничего не скажешь Става У меня ревенш есть Ревенш второй белчер Пойдет Внутри отрывает он не играет Это хорошо Опять ему приходит Монетчик с ссаной Хе-хе-хе Типец Че-то я в гила с пацаны Хеллфайр меня гетретнет С одной стороны Да Он может был ударить В общем жараксу Что убить эту птушку Жирную Я не знаю У меня 9 хп И нет У меня опять же Там 2 шелдмейдинги У меня там 2 шелдблок А нет Шелдблок 1 я юзал в начале Но все равно Большой Весь армор там Еще дезлорд у меня Который мне нужен У меня типа надо Тупо отбиться еще От Молганиса Отбиться от бума Отбиться от От чего еще отбиться Дракона убил Два витколера убил Молганиса не убил То есть От 2 молтона Еще 2 молтона Вот это конечно Блин проблема Но это браул может быть Турдекнем Сифон Блэкнайда жалко нет Конечно Грекют Дэсдор пойдет Можно даже лицом удариться В Джараксов На будущее Да Он сифон отдал Сайленс у нее не было Ударяться лицом Не Заранее биться лицом Плохая идея Во всех смыслах И Муртал койл Да Озик Здравствуйте Озик Как ваше Ничего Как ваше Ничего 6-5-4-10 И не хватает Чтобы защитить Весь стол Печально У меня полностью Не будет Хватить Чтобы защитить Весь стол Ну то при бомбах Даже не обговаривается Скорее всего Тупо Шелболда И монетка Армор Пицца лицом В него наверное Есть смысл Правильно Жиробас Этого надо пробивать Может быть я ошибку делал И умру сейчас Из-за этого Но у меня нет выбора В любом случае У меня нет выбора Пострадится Я не знаю каким образом Там шадуфлейм Какой там Может быть С пво С фержантом Если он играет Это конечно Но у него осталось Немного жира То есть у него осталось Два молтона Либо один молтон Не знаю сколько он играет Но если равно Дай-ка значит Один молтон Один молтон Бум То есть такое Форсир Блядь Не могу этого Убить чувака Всю игру Тупо в лицо Тупо в лицо Это Ты тебе плохая идея Что она очень плохая Это очень для тебя плохо У меня все таки Второй ревенч Есть Шадофлейм Бля Да господи Прекрати Не бей меня Где-то давать я не могу Потому что там еще остался Молтон и бум А мне не хватает Маны Фуривар Брать Нет Вариант Тупо ждем На следующий ход Если что я могу удариться Сделать ревенш Отхилиться Зомби И сделать Экзиквит в бум У меня два молтона Напрягают Очень напрягают Два молтона Там бум Скорее всего Будет Бэл Он не хочет Бум Ставить Видимо У меня что там осталось У меня остался тоже бум Но у него БГХ есть Симфа сотка Неужели я расправился С жараксусом Поздравьте меня Я убил жараксуса У него там Скорее всего Какой-нибудь молтон Я не знаю Сову не отдавал Не отдавал бум Не отдавал Молтон сама бум Квайлайн эзер Бум БГХ На ранжи нужно надеяться Здесь Вообще пиздец Какой ранжи мне нужно Мне нужно Чтоб бомбочка попала В БГХ Ну и в бум Тогда Не знаю Пиздец Ой бля Мне даже стыдно как-то Ну я пока живу Я не знаю Что у меня там осталось Но Очень предполагаю Что там все-таки Есть молтон Бля Ну это ранжи Которые я сейчас сотворил Это конечно нонсенс То есть шанс на это Хеллфайр наверное будет Попытается мне задавить Бля На один И на один Мне пипец Вот просто Вот это можно Я не знаю куда скидывать Любой тролль Да 0 Не знаю Вот эти бомбочки Мои бомбочки И его бомбочки Это конечно блин Дает мне шанс на победу Да молтон у него был Он тогда не поставил Молтон отбрал Очень грамотно свирал Ничего не скажешь Мне кажется забирать лицо Мне 2 хп остается Он отдавал бомбу У него там в принципе Ничего не осталось Чтобы добить Не правильно Ну я не знаю Бомбу отдавал Хеллфайр отдавал То есть что там Осталось для того Чтобы не убить Я не знаю Поэтому Тупо Ждем верим Не знаю Правда что он может Остаться Там точно Осталось совам Вроде не узал совы Не ошибаюсь Ой бля Пиздец Не помогло Мне вас И неудачи 3-1 3-1 Привел штану Ну на варах Конечно Очень обидно Было проиграть Пойду Сейчас Подождите Может быть Потом отдельное видео Запишусь Попозже Ладно ребят На этом закончили Проиграл Из-за тикового Рндж Штана Ну и конечно же Хорошему игроку Поэтому спасибо Всем удачи Встретимся на стримах Продолжение следует... Продолжение следует...